16 ноября в Крыму стартовал шестой региональный чемпионат молодые профессионалы. Участие в нем приняли студенты, специалисты и преподаватели по определенным возрастным категориям. 16 лет и младше, от 16 до 22, а также участники возрастом 50+. Конкурсанты соревновались в 20 компетенциях, некоторые из которых были включены в чемпионат впервые. Виноделие, социальная работа, окраска автомобиля, столярное дело и другие. Это одна из конкурсных площадок технологии моды. Здесь на прошел региональный этап основной группы от 16 до 22 лет. Главный эксперт данной компетенции отмечает, что работы участников впечатлили и уже не первый год ребята основной группы показывают высокие результаты. В 2017 году участница из Крыма стала бронзовой призеркой национального этапа WorldSkills. В конкурсной программе участвовали дети разных возрастов. Основная группа 16-22 года, дети второго курса, Симферопольский колледж сфер обслуживания дизайна. Задания выполняли изготовление пальто летнего женского, облегченного. С заданием дети справились великолепно. Достаточно сложное, рассчитанное было на 15 часов работы. Три дня дети работали на площадке. Сегодня на этой же конкурсной площадке состязались в навыках шития дизайна конкурсанты 50 лет и старше. Им необходимо было в течение шести часов выполнить технический рисунок, комплект лекал и макет женской юбки. На базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства чемпионат на одной кухне объединил также опытных участников, преподавателей учебных заведений, которые продемонстрировали мастерство хлебопечения. Условия конкурса были для всех одинаковые – приготовить два вида плетеных изделий и семь хлебов различного вида. За каждым процессом участников экспертная комиссия внимательно наблюдала и оценивала результат по определенным критериям. Победители будут оцениваться по качеству предоставленной выпечки. То есть, что будет оцениваться? Внешний вид изделия, его масса, его вкусовые качества, его товарный вид, скажем так. Смогут ли наши покупатели, если данная продукция будет произведена на хлебопекарных предприятиях, продана в торговой сети? Молодое поколение также не отстает от старшего и активно участвует в конкурсе. На площадке «Малярное дело» и «Декоративное искусство» соревновались не только участники крымских учебных заведений. Один из них представлял Липецкую область. Ребята выполняли непростые и объемные задания на протяжении трех дней. Сегодня для них был завершающий этап конкурса. Все три дня они по своему усмотрению составляют план работы и выполняют эти модули. В конечном результате получаются обои, дверь покрашена, фреска фристайл, жесткая фреска и фреска на скорость. Помимо этого еще один модуль – это имитация фактуры. В этом конкурсе эксперты выбрали две фактуры – это имитация камня и имитация металла. По итогам конкурса в каждой из компетенций был выбран победитель. Для них соревнования не закончены, главная битва еще впереди. Из числа победителей будет формироваться сборная республики. Они продолжат состязание за право участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы».